Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Ти-Илим, 90-й псалом у нас сегодня. Интересный большой псалом, с большим количеством толкований имеют. В первую очередь пишут, что если на человека наведена порча, или говоря, сглазили, короче, или еще проще, энергетика нарушена, то псалом 90-й может это все исправить. Более того, говорят, что это совершенно невероятное действие, взять стакан соли, прочитать 40 раз этот псалом, высыпать соль, принять в ванну на 15 минут, очищая и восстанавливая от всех негативных воздействий. Пишут, что если человек одолевает страх, он опасается чего-то, то надо читать 3 раза 144-й псалом, а потом 97 раз, и это снимает все страхи. Это большое средство, вообще, в кофе всех каббалистов, оно называется как сглот, там, мистическое действие, полностью избавляющее от страхов, тревог и так далее, помогающее нервной системе. Написано вообще, что чтение 90-го псалма избавляет человека от страха и всевозможных опасностей и бед. Что еще у нас есть по 90-му? Во время войны, это военные псаломы, во время войны, раньше, вот особенно в древности, матери настаивали, чтобы человек, ушедший на войну, носил на себе 90-й псалом, переписанный от руки, там, матерями или знающими людьми, и те воины, которые везли с собой, как мамулет такой, возвращались живыми на родину, такова написана была сила этого чудесного псалма. Вообще, есть еще более, мы не будем уходить в глубину, есть возможность получить стократное благословение. В первом пасуке закодировано слово «Мэ», то есть намек на стократное благословение Ицхака. В этом псалме есть уникальное имя, Шин Далит Ют, Бога зашифрованного, который находится на Мезузах, напишут, что при чтении этого 90-го псалма, если сделать кавануток на это имя, значит, то на Мезузах, оно, я повторяю, написано, то это помогает в первую очередь детям. Это называется имя, лечащее детей. Если ребенок, не дай Бог, заболел, надо взять его на руки, поднести к Мезузе, на входной двери положить правую руку ребенка на Мезузу, так, чтобы средний палец правой руки был расположен на середине Мезузы, и произнести 90-й псалму, потом от своими словами попросить об исцелении. Это очень сильно работает. Есть еще одна сгулага. Раби Натан Шапира, великий каббалист из Кракова, писал, что, вообще он писал тысячу объяснений на первый пасуг, который есть, да, до нас дошли только 200 и так далее. Что он писал? Что этот псалом, особенно перевернуть все плохое на хорошее. Чем больше мы его читаем, тем лучше. Лучше всего читать его 17, 22 или 24 раза. Что еще? Чтобы хранили небеса, написано, что каждый раз после зажигания ханукальных свечей надо произносить 7 раз последний стих из 90-го псалма. Это 17-й пасуг, там, и да будет милость и так далее. А потом еще и 91-й псалом, который с ним соединен, это Бен Ишхай писал так. Ну и последнее, что еще? Раби Мардыхай Чернобыль отписал, что 90-й тегелим помогает человеку, который хочет приблизиться к Богу, подняться на более высокий духовный уровень, чтобы служить лучше. Это идеальный 90-й псалом. Мне еще одно. Значит, есть 17-й пасуг в этом псалме, и да будет милость Господа и так далее. И Бен Ишхай учил, что перед каждой лучшей заповедью, перед митсвой, что ты хочешь хорошее сделать, произнеси этот пасуг два раза, и она обязательно поможет тебе испуговиться. Ну вот, вроде все. Рахава от слаха. Рахава от слаха. Рахава от слаха. Продолжение следует...